Сегодня хочу поговорить о Даре, о способностях, которые сейчас проявляются у многих и еще большим людям. Они нужны, то есть помощь тех, у кого эти способности есть. Я хочу, чтобы вы написали мне в комментариях, есть ли у вас какие-то способности, возможно у вас горят руки, снятся какие-то сны, вещи, что-то происходит с вами. Все крутят возле виска и говорят, что вы не совсем нормальные. Это абсолютно нормально и я бы хотел, чтобы вы написали, что именно с вами происходит. Как происходит, как вы с этим справляетесь, потому что это очень хорошее начало для того, чтобы начать лечить людей. Для чего, собственно, все это нужно? В первую очередь это нужно для вашей реализации. Реализации вашей в этом мире. Потому что, когда вы будете реализованы, у вас будет все. Ведь помогать людям, это прекрасная штука, с помощью которой вы будете помогать и себе в том числе. Если это происходит с вами, не держите это в себе, не прячьте, а наоборот старайтесь понять, как этим управлять. Если вы поймете, как этим управлять, как взаимодействовать с теми персонажами, которые дают вам этот дар или эти способности, вы сможете начать совсем другое, новую жизнь. Здесь вопрос достаточно прост. Если что-то видишь, что-то слышишь, что-то понимаешь, кто-то рядом чувствуешь, горят руки, ноги, сны снятся. Вот как Катя 39 пишет, что вижу вещи и сны. Это очень хороший знак, очень хороший. Начинайте развиваться, проверьте себя на предоставление вам этих способностей. Научитесь ими управлять, и все будет замечательно. Будет замечательно именно для вас. Именно для вас, и вы начнете развиваться и помогать людям. Не делайте каких-то резких движений, постарайтесь осознать, что это, для чего это, кто вам это дает. Потому что мы очень простая субстанция, которая никакими не может обладать способностями. Все способности приходят к нам, или, скажем, через нас, сюда их дают, энергоинформационные субстанции. Только так может это все работать, по-другому не работает никак. Я, например, не знаю, как это работает. Я вижу и могу вам точно сказать, что работает только через них. Они, проявляясь через нас, дают нам возможность, дают возможность и нам реализовываться. Здесь нет никаких секретов. Если что-то происходит с вами, идите, начинайте смотреть, как это дается вам. Постарайтесь понять. Найдите какого-нибудь, не знаю, учителя, проводника, который посмотрит вас на диагностики, и что-то вам в чем-то поможет. Самое главное, должен помочь в реализации. То есть, понять, кто с вами работает. Если у вас есть какие-то вопросы, напишите свои вопросы. И мне хотелось бы ваши комментарии. Что с вами происходит? Какие вы не такие? Мне, например, помимо снов, я занимаюсь осознанными сновидениями. Я вижу разных персонажей. А после клинической смерти у меня это поперло по полной программе. То есть, не рекомендую вам пройти мой путь. Если же вас распирает, то не прячьтесь. Не прячьтесь, не останавливайтесь, а наоборот, делайте шаг к пониманию процессов, которые с вами происходят. Благодарю вас, друзья мои, за лайки. Благодарю вас. Если же вы хотите реализации, и с вами все-таки что-то происходит, пройдите к какому-нибудь видящему, чтобы он вас посмотрел и сказал вам, и убедил вас, или подтвердил вам ваши способности. Есть они или нет. Так будет проще. Прицепляйтесь на него, и идите вместе с ним, к нему прицепляйтесь, садитесь на него, и пусть он как паровозик у вас повезет в другое восприятие мира через вот этих персонажей, которые с вами хотят взаимодействовать. Вот основное, что я вам хотел сказать. По диагностике вы используете грибы и другие психоделики. Нет, не использую ни грибы, ни психоделики. Я ничего не использую. Я могу изменять сознание без грибов и психоделика, чему и учу, собственно говоря, у себя на курсе. Здесь не нужно каких-то препаратов для того, чтобы изменить свое сознание. Я лежу, сплю на гвоздях. Это гвозди садху, доска садху с гвоздями. Я занимаюсь осознанными сновидениями. Я занимаюсь выходом из тела. Я занимаюсь шаманским дыханием и шаманским погружением. Итого вполне достаточно для изменения сознания. Поэтому никаких грибов ничего не нужно. Почему всегда же шаманы применяли? Это вот про психоделики. Ну, видите, вот у меня костюм висит. Я не клоун. Я не выступаю в костюме. Он мне нужен только для работы. Поэтому мне не нужно ни психоделиков, ничего. У вас, наверное, ассоциируются шаманы. Это что-то покурили, проживали и начали бесноваться с бубном. Нет, на самом деле это все не так. И я, когда жил в Монголии, учился у шамана, там тоже не используют никаких психоделиков. По большому счету, им это ни к чему. Вы можете с бубном пройти в другой мир, не принимая ничего. О этой практике всем известны. Это называется камлания. И абсолютно не нужно что-то нюхать, курить, не знаю, жевать. И что там еще обычно делают. Никаких проблем без каких-то грибов перейти в измененное состояние сознания. Абсолютно. Читаю дальше. Вы верите в реинкарнацию? Я не верю в реинкарнацию. Вера – это такая хрень, которая мне не очень понятна. Я рассказываю свое видение и свое понимание. Вера – это что-то другое. Вот я верю. Ты веришь за забором? Там вот то, что написано на заборе. Я не верю. Я пойду и проверю. Как правило, за забором этого нет. Поэтому проверяйте, я вам говорю про свое видение. Да, реинкарнация существует. но в очень ограниченном количестве. Из десяти человек по инкарнации, наверное, один. То есть, это большая, красивая сказка, в которую верят люди, что все мы перерождаемся куда-то во что-то. Нет, на самом деле не так. Да, перерождаемся, но далеко не все. Вот совсем-совсем не все. Поэтому, это мое видение. вы можете там кого-то слушать, кто-то вам рассказывает захлеб. Как правило, рассказывает тот, кто не видел, не знает и не понимает, о чем говорит. Я вам скажу, один процент максимум. Больше не бывает в моем видении. Читаю дальше. Сегодня у нас ответственные вопросы. Вы мне расскажите, что у вас с вашим даром, с вашими способностями? Что происходит? Как вы это воспринимаете? Что с этим делаете? Ну, пишите, пока я почитаю. Здравствуйте, как вы относитесь к религии? Никак. Я не отношусь к религии совсем. Потому что у меня другое мировоззрение и, наверное, мировосприятие. Религия, как механизм, мне не нужен. я не пользуюсь. И не состою никакого грегори, потому что религия это играет. В любом случае. Ну, так что, друзья мои, кто что видит, слышит, воспринимает, у кого что и как происходит, напишите, напишите, опишите свой дар, что с вами происходит. Напишите, мне будет очень интересно почитать. Горят ладони, может быть, вы лечите людей, может быть, еще что-то с вами происходит. Было бы очень интересно, поделитесь. Поделитесь. Может быть, кто-то как-то проверял дар. Вот я прям провожу диагностику дара. Да, человек, каждый может прийти и я посмотрю, если у меня есть какие-то способности, то я буду их подтверждать или что-то еще или рассказывать им о каких-то других, если же они есть. описывайте, пожалуйста, напишите. Слышу голоса, Марина пишет. Ну, тоже хорошо. А узнавали, спрашивали, чьи это голоса, ну, то есть, алё, кто со мной разговаривает. Или вы просто их слышите и все. Вы их идентифицировали, то есть, вы понимаете, кто с вами разговаривает. читаю дальше. Мне часто снятся ушедшие родственники. У меня такое ощущение, что они со мной рядом. Если вы их проверяли, то есть, вы знаете, что это они, они ответили вам на какие-то вопросы, то, ну, в общем-то, это достаточно неплохо. но просто так они снятся, чтобы они не надоедали, а получаете от них какую-то информацию, что-то интересное. Если это, конечно, не сущности к вам приходят, и как-то вот в сновидениях вам наводят некий беспорядок. Проверяйте, если вы знаете, что это точно они, ну, замечательно. А на кой они вам вот эти вот усопшие родственники? Это не усопшие родственники, это души тех людей, тела, которых вы знали. Вот так, наверное. что я дальше. В общем, дочка раньше видела какое-то, что-то белая сущность. разговаривает, пусть с дочкой. Сейчас не видит она. Только кошмары в снах. Это я дальше читаю. Ну, что ж, кошмары, значит, кошмары, раз они вам нравятся, почему нет. Читаю дальше. Видела рогатого. Я боюсь этого и не развиваю. Ну, правильно, почему нет, Марина, бойтесь и не развивайте. Если будете развивать, то узнавайте, кто это, что это, это обыкновенная сущность и не стоит этого бояться. На расстоянии определять можете, что именно определять. Я работаю по видеосвязи. Видимо, ответ да, могу. Читаю дальше. Дочка говорит, что это дед ее. Это вот, что касается дочка раньше видела какое-то что-то белое. Говорит, что дед ее. Ну, хорошо, пусть дед будет. Пусть будет дед, пусть сообщается, узнает, для чего он приходит и дед ли это. дед. пугай. Спасибо за субтитры, что я дальше но непонятно что написано конечно моя мама была за 1500 чего-то н и позвала меня и мой друг слышал непонятно марина мне непонятно перри напишите как чистится сам мой разум затменен мне надо посмотреть у вас и разум разум эта программа она не находится в наших головах она находится над нами и от нее можно избавляться нужно договариваться как чистить с помощью измененного состояния сознания проще говоря выключать этот разум то есть вот этот вот приемник который постоянно что-то бубнит вам что-то вам пытается доказать изменяйте сознание способов много абсолютно не запрещенных это доска садку с гвоздями на которой лежать это шаманское дыхание это шаманское погружение это создано сновидение выход из тела вот так вы почиститесь сами опять про дочку и про деда ростка то что рассказывает видит деда хотя деда своего никогда не видела дед говорил ей что типа его душа не может родиться что но это скорее всего сущность все это такую фигню они я вижу сущность и на улице что делать ничего не делать пообщайтесь с ними уберите их чтобы они скажите чтобы не проявлялись вам постоянно я просто не знаю ваша реакция вам это нравится или нет что делать вопрос в чем как их убрать как с ними начать разговаривать я не совсем понимаю просят рассказать про астрал а что именно про астрал я не совсем понимаю пробую техники выйти в астрала срок это хрень который он тут рассказывают это астрал астрал это но как 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 не знаю понятие бочка да бочка с чем бывает с молоком с вином не знаю с огурцами также астрал это общее что-то куда вы намереваетесь выходить то есть какая цель вашего выхода в астрал тело начинает вибрировать и потом засыпаем у вас нет цели при вас есть цель вы идете в астрал с какой-то определенной целью то есть вы знаете куда вы идете я иду в лес а чудом делать в лесу за грибами за ягодами просто походить посидеть также астрал срок это херня которая общее обобщенное название есть куча миров есть куча персонажей которые там присутствуют с которыми нужно можно общаться получать информацию поэтому мне не совсем понятно если вы знаете зачем вы туда или просто выйти просто без намерений очень сложно выйти не могу вам сказать как вам это делать делать так же как делаете вы на только у вас должно быть какая-то цель намерений для чего вы туда отправляетесь в этот так называемый астрал сколько стоит ваша консультация консультация чего то есть что вам нужно что именно вы хотите напишите подробнее чтобы я понимал какая консультация сколько по времени может быть какой-то вас интересует сеанс человека или практика какая-то что дальше как принять свою темную часть и договориться с ним давайте начнем с того чтобы нет ни светлых не темных это все придумано людьми и страшилки кровь всякая хрень есть низкие высокие вибрации это и другое хорошо это и другое нужно принимать это как молоток это низкие вибрации с помощью которого вы заливаете гвозди высокие вибрации это как мягкая тряпочка с помощью которой вы протираете хрустальные уже и тряпочка нужна для фужера и молоток нужен для гвозди а только это плохо тряпочка хорошо скажете да нет конечно это ни то ни другое неплохо все нужно свое время для каких-то дел которые делает молоток и тряпочка так же и ваша светлая темная которая надумана на не светлое и не темные просто вибрации высокие и низкие берите и принимаете нет никакой темной светлой полосы перестаньте верить в этот книжный детский сад который вам с таким рвением втирают кругом везде принимайте низкую и высокую вибрацию все будет у вас замечательно читаю дальше как убрать сущности чтобы их не видеть договориться с этими сущностями перенастроить это первое договориться второе перенастроить свой приемник то что вы видите это всего-навсего настройка на ну волну что ли да это как радио вы крутите или телевизор вот кнопочки нажимаете канал и раз канал нажали увидели выйти сущности нажали этих покойников еще раз нажали ничего не видите кроме того что видят ваши глаза переключайтесь измените сознание и запросите этого персонажа кто этим управляет вы его увидите узнаете и договоритесь с ним что вам это не нужно неинтересно а может быть вы поговорите с сущностями вам понравится сущность это же не взять ким кракозёбры которые вас жрут обязательно душат там еще что-то делать такое общее название сущности поэтому возможного что-то интересного и полезного возьмете от этих сущностей будет информацию может быть какие-нибудь еще интересные вещицы и после того как они отработают то что то зачем они приходили вы просто не будете видеть и все здесь тоже достаточно такое пообщаетесь возможно вы много интересного узнаете читаю дальше зачем эти сущности приходят что они хотят вот у них и спрашиваете откуда я знаю кто к вам приперся и что он хочет вот вот и вот и спрашиваете у меня нет ответа у меня будет ответ если вы придете ко мне на прием на сеанс тогда я посмотрев вас и ваших сущностей вам дам ответ либо сами узнавайте по этому не ищите ни у кого только у тех сущностей спрашивайте которые к вам приходят но опять же повторюсь либо приходите я посмотрю вас и вас и ваших сущностей добрый вечер скажите заболевание эпилепсия и магия как-то связаны ну во первых эпилепсия никаким заболеванием не является это глобальный обман вашей так называемой медицины которая ни хера сама ничего не знает и не видит ну и раздувает это прям вдруг она стала традиционно традиционная с какого перепугу непонятно ну да неважно эпилепсия это не болезнь не болезнь еще раз повторяю эпилепсия не заболевание и магия как-то связаны очень даже может быть если вы неправильно ну или кто-то если кто-то неправильно пытался взаимодействовать с энергоинформационными субстанциями может называть как угодно сущностям как хотите то вероятно одна или более поселилась в нем что медицина значит называет эпилепсии на самом деле в нем живет он не один в теле так скажем не одна его душа в этом теле поэтому очень вероятно что неправильное использование каких-то магических вещей с которыми данный человек баловался или занимался неправильно привело к открытию ворот скажем души тела и эта штуковина или штуковины зашли в него и теперь пытаются перехватить на себя управление восприятием нейронными связями это как раз и их стихия то есть они на себя перетягивают управление восприятие и мышление да да связано что дальше если сущность приходит но чего не говорит но ничего не говорит только смотрит это все неправда они всегда говорят всегда еще раз повторяю всегда просто вы не слышите вас не развито восприятие они же не ротом разговаривают и услышите вы не через ухо вы здесь услышите то есть вы если вам придет этот ответ не через ухо а вы будете знать это как яснознание вот не знаю откуда но знаю вот так же вы получите ответ поэтому просто вы не можете воспринимать просите этих сущностей спрашивайте просите чтобы они вам передали информацию через образы ну какой-то мультик вам покажут да как то вот картинками чтобы вы увидели визуально но вы просто не воспринимать они всегда говорят а почему от ладони иногда идет жар ну потому что у вас энергетика требует выхода вот и идет жара не только бывает от ладоней это с вами хотят взаимодействовать дать вам какой-то какой-то способность какой-то дар абсолютно нормальная передача каких-то вкусняшек обычно эти персонажи передают нам какие-то вкусняшки то есть то мы что-то видим то мы что-то слышим но это же клево да мы же не такие как себя вот для чего они передают для того чтобы мы обратили внимание ё-моё что со мной происходит что это как я с этим могу управлять поэтому вот вот как-то так только так что такое астрал без понятия что такое астрал астрал это обобщенное какое-то название кто-то назвал не знаю чего астрал обобщенное название в моем понимании в измененном состоянии сознания мы попадаем в разные миры абсолютно разные они абсолютно разной плотности разной информативности ну совсем-совсем разные есть там не знаю какие-то миры то там какие-то бабочки то какие-то кракозёбры то есть их настолько много называть это каким-то общим словом астрал ну не знаю ну возможно как общее слово лес да в лесу там блин чего там только нет это информационное поле огромное информационное поле с ячейками с разными штуками в которых хранится информация вы можете побывать там не знаю на том же марсе или где-то под землей где вам захочется мигрень это болезнь я не знаю что такое мигрень если вы мне объясните более понятным с понятными словами что в вашем понимании мигрень слышу голоса что это может быть это голоса тех кто с вами хочет взаимодействовать то есть ничего более но кто-то вас окрикнул там лео лео и что они говорят вам эти голоса спрашивайте этих голосов спрашивайте ты какого хрена ты что ты мне тут рассказываешь что ты кто ты проявись и вы увидите того кто издает эти звуки все просто слышу а я вот вот там что-то может быть откуда я знаю что там может быть кто с вами хочет взаимодействовать это я точно знаю а вот кто именно это уж вы сами посмотрите читаю дальше мне тоже приходили сущности когда я спала я их ощущала ничего не слышала видно не развито возможно просите чтобы показали образы это самый лучший спрос может кому-то нравится сущности дар типа меня очень это бесит дочка бывает в обморок падает вы знаете если вы не умеете управлять оно безусловно будет вас бесить если вы нажмете одновременно на все педали в машине то это вас тоже будет бесить если вы будете беспорядочно крутить рулем то это не только будет бесить но и вы наделаете кучу всяких неприятностей для себя и для других поэтому научитесь управлять найдите того человека кто вам поможет или вашей дочери не стоит так к этому относиться голоса предупреждают ну отлично вот и взаимодействуйте с ними из-за чего это может быть я не знаю ваш первый комментарий я его не вижу или он не пришел или я его пропустил не могу сказать повторите или напишите целиком я постараюсь вам ответить из-за чего это может быть мне приходит иногда видение некоторых людей вот недавно пришел мужчина лежит в больнице ну если вам это интересно начинайте спрашивать во первых кто-то показывает вам их без этого не бывает кто открывает вам это видение спрашивайте узнавайте начинайте взаимодействовать что хотел не знаю узнавайте нет ответа пока вы начнете разбираться с этим что я дальше была замерзшая беременность после нее не получилось не получается забеременеть может это тоже кто-то порчу сделал очень даже может быть найдите специалист пусть вас посмотрит не обязательно это должен быть какой-то там мак и волшебник первым делом найдите специалиста который обыкновенный биоэнергиектор работает с рамками вот эти вот две вот палочки с тромочками вот такие вот штуки вот такие вот штуки должны быть у него он вас посмотрит и скажет палочки скажет так скажем это биолокационные рамки называется вот эти вот штуковины если у него есть то пусть посмотрит вас то есть ну ваше ваше тело вашу матку ваши трубы что происходит почему вы вот как то так ну обычно еще нужно посмотреть сзади позвоночник ну там много всего может быть интересного поэтому порча будет выражаться в реакции вот этих вот биолокационных рамок то есть он как специалист увидит что они будут работать на вас то есть отрабатывать с ними что-то будет происходить вот наверное самая первая рекомендация не надо там что-то отливать там чем-то воском или там чем-то шуршать какими-то картами или еще что-то ну не надо найдите специалист чтобы вас посмотрел как мне выйти из тела взять и выйти какие проблемы в чем проблема выход из тела можно совершить прямой выход при засыпании либо после того как вы проснулись с помощью практик практик миллион выбирать любую вставать выкручиваться начинать вибрировать выбивать себя из тела но их миллион этих практик какой какой рекомендовать я не знаю у всех нужно перепробовать все попробовали не получилось через пять секунд десять максимум пробуйте другую практику очень хорошо что у меня сработало после дневного сна я никогда не сплю днем но решил попробовать пообедал завалился буквально 15 минут наверное провалился и проснувшись вспомнил об этой практике и взлетел над своим телом посмотрел и пошел гулять поэтому как выйти вот так и выйти ставьте пожалуйста знаки припинания я могу перепутать интонацию ваш запрос ставьте знаки припинания что дальше вещи сна вижу был сонный паралич приходили ангелы и без ангела разговаривали со мной и галлюцинации скорее всего это приходили сущности но вопроса здесь никакого нет сонный паралич тоже известная штука поэтому я не знаю что вам ответить наверное замечательно зачем что зачем я не помню всех вопросов предыдущих поэтому если вы хотите задать то задавайте как-то чтобы мне было понятно что зачем я не понимаю про что вы читаю дальше если сущность подселили и она не дает жить как избавиться от нее ну как от нудного ненужного подселенца не знаю квартиранта найдите специалиста который берет ее с ней нужно пообщаться узнать какие условия кто поставил для чего когда каким образом почему все достаточно просто избавиться это уже на мастерство того кто будет это делать я обычно договариваюсь убираю утилизирую здесь нет какого-то вот у меня сломалась машина как починить что вы мне ответите чувак а что именно сломалась поэтому и какая сущность кто поставил когда как поставил нет ответа не верь же вам скажут там надо пять раз подпрыгнуть семь раз там не знаю присесть пять раз пухнуть и будет тот раз и она вылетит твоя сущность ну дичь спасибо вам за ответ благо и вам дарю благодарна за ответ принимаю благо принимаю благо принимаю амулеты купленные в магазине работает или нет это вопрос или что это ставьте знаки припинания я вас прошу любая купленные в магазине где-то кем-то подарены что-то как так вот зачем-то никогда ничего не работает пока вы не активируете и не зарядите ну блин это как телефон купили там чуть-чуть зарядки он сдох и все работает он или нет нет пока вы не активируете не зарядите этот стандарт и амулеты на многих вижу просто болтаются какими железякой деревякой или еще какой-нибудь хреневой которая не работает они думают что все прям тут работает сначала нужно активировать если это ваш амулет если вы его чувствуете то нужно его активировать чтобы он к вам привык дальше его нужно заряжать и заряжать его периодически смотря где вы находитесь в каких ситуациях насколько быстро он разряжается вот по амулетам это огромная информация нужно знать много всего ну работают любые работают если вы их активировали если они вас признали так скажем и захотели стать вашим амулетом даже если вы ржавый гвоздь повесите то он будет вашим амулетом читаю дальше если есть дар надо его развивать или не обязательно можно не развивать если вы не будете развивать вы будете болеть будете болеть ну будет много неприятностей по вашему телу будут прыщи язвы внутренние заболевания все остальное и надо за это платить чем-то ну что зайди чем надо платить доплатить надо резать ягнется не надо младенца расчленять на перекрестке перед кладбищем тоже не надо все что вам дадут духи или энергоинформационные субстанции за все за это нужно только взаимодействовать с людьми вы сами это захотите делать больше не нужно никаким оплатам кто-то вам там рассказал не хотите не развивайте чувствуете что болеете что все не так складывается что-то происходит ну обычно прыщи что-то какая-то хрень начинает везде то на губах то еще где-то то начинают потрошки ваши болеть непонятно от чего вот знаете что это вот но отказаться всегда можно спасибо за ответ благо и вам дарю стоит ли идти в кабалу или это опасно я не знаю что такое кабала вот если вы мне объясните вы сами знаете что это такое что такое идти в кабалу ну в кабалу кому-то это вот типа как эти бурлаки на волге или что такое кабала я не знаю что это в вашем понимать что такое кабала как зарядить амулет по разному все зависит от вас вашей энергетики от амулета от того что вы от него хотите какой он какого веса размера здесь дай мне ключ починить машину какой ключ что ты хочешь чинить где ты хочешь это чинить также амулет нужно обязательно видеть вас знать какой он где вы его собираетесь на руке в ухе в носу на шее много-много всего хотите где-то поставить у себя на алтаре невозможно ответить как зарядить как завести машину какую машину не знаю что с ней случилось ну то есть поймите меня правильно не верьте никому что это вот одел и все и носи все это неправда читаю дальше мне месяц назад приснился сон проводник женским голосом проводил меня на тот свет а потом привел обратно что есть тот свет что это такое в вашем понимании что такое тот свет какой такой тот свет куда он вас проводил что за проводник коры даются от рождения или появляются позже дары это всего-навсего желание энергоинформационных субстанций взаимодействовать с нами проявляться в нашем мире через нас мы уплотненные они нет и они нас выбирают по вибрациям от какого рождения куда дается в карманы напихивается или как я не совсем понимаю удар это всего лишь взаимодействие через нас с нашим миром посмотрели наверное в этот был фильм привидение старый древний очень хороший фильм когда его убили он не мог жену не стакан дровать ничего то есть рука проходила мимо так же и у них а так как мы уплотненные они через нас могут взаимодействовать с нашим миром то есть давать информацию помогать лечить и прочее прочее еще делать говорят если есть дар платишь своим органам любым я вас умоляю что за дичь где вы тут такого понаслушались если есть дар ты платишь ну я вас умоляю но это все полная хрень ну дичь не надо не надо такие вещи он пишет неправда но я не знаю почему вы правы про дар я болею потому что не приняла дар я знаю что я прав я больше десяти лет этим занимаюсь я взаимодействую с людьми лечу людей открываю дар людям у которых он есть помогаю в реализации у меня есть курсы которые целителей ну и в общем все вот в этом плане про это я знаю очень много я уже заплатила своему ну перестаньте дичь какие-то органы вы каким-то заплатили не нужно не рассказывайте мне сказки о том что вы вот не стоит чем-то заплатили за дар это все дичь не правда что органам платят ну вот я понял вас согласен с вами вот никаким органам не платят что за хрень где вы этого начитались органам платят что это что это что вы читаете не надо ничего читать надо смотреть какие-то блин это дичь какая-то органам вы заплатили все это неправда все экстрасенсы говорят да я рад за вас пусть они говорят все эти экстрасенсы они сами то видят что-нибудь или нет от какого хрена они вдруг стали экстрасексами идите к ним тогда не надо здесь вот это вот все экстрасенсы вот там вот все на заборе тоже пишут но что-то хрена нету за забором я видела такой же мир как на земле только там всегда закат всех все усопших там видела ну замечательно чего можно достичь во время шаманского дыхания вспомнить прошлой жизни общаться с духами да можно и так добрый вечер и вам добрый вечер благодарю за подписки благодарю друзья мои благодарю за лайки что-то остановились благодарю благодарю друзья мои так что если у вас есть дар спорт не держите его в себе начинайте развивать приходите на диагностику я посмотрю сами пробуйте изменяйте сознание уберите информацию начинайте лечить людей попробуйте взаимодействовать о благодарю за подарок добрый вечер здравствуйте здравствуйте и вам вот лайки пошли сердечки супер благодарю я вспомнила все свои прошлые жизни одной из них не приняла ну не приняла значит не приняла кстати о прошлых жизнях я не думаю что у всех здесь присутствующих были прошлые жизни я даже уверен что этого не было и то что прошлые жизни это тоже определенное пиаро определенные сказки и рассказки которые не соответствуют действительности возможно у вас они были прошлые жизни но никакой нормальный сюда второй раз не придет в эту дичь которая здесь в нашем мире происходит поэтому вдумайтесь кто вам это показывает для чего это вам показывали но если мы будем рассуждать по-другому то я например не всегда не приду больше мне нахрен не надо вот это вот дикое существование хрени которая происходит здесь вы знаете о чем вот этих вот войнах обо всем что надо платить за все что ты себе не принадлежишь и прочей всякой хрени придете вы сюда еще раз я не сущности стараются контактировать и не идут на контакт осознанно хочу задать вопрос задавайте задавайте вопрос я не вижу пока вопросов я вижу ваше высказывание но не вопрос у меня ваши лайки прям умиляют вот эти сердечки прям просто супер благодарю благо вам дарю благо вам дарю задавайте вопросы и не забывайте про то что если у вас есть дар не забивайте и вы будете болеть ну если вы совсем не хотите то нужно договариваться чтобы они вас оставили в покое кто-то может прыгать на крышу два часа ночи наверно кто-то может кто-то может я вижу утверждение я просто здесь не вижу благодарю вас благодарю за лайки благодарю за подписки куда уходят родители без понятия а куда уходят родители непонятно мне ваш вопрос родители на работу уходят не знаю куда они еще уходят не понимаю вот если вы научитесь взаимодействовать с теми персонажи которые вам дают вот эти вот способности ну некий дар как его там называть кому как нравится то жизнь ваша поменяется поверьте мне потому что умея управлять способностями своими вы начнете взаимодействовать с людьми помогать им лечить и все будет у вас все будет у вас и жизнь будет у вас другая после смерти это куда уходят родители после смерти родители никуда не уходят тела утилизируют все души я не знаю к чему были привязаны души ваших родителей если эгрегоры то какой-то эгрегор их подцепляет если они были вольнодумными и вели образ наблюдателя то шли куда-нибудь в какие-то свои меры я не знаю ваших родителей поэтому у меня ответа нет у меня есть только сеанс встреч с ушедшими на котором вы можете сами пообщаться с родителями и спросить у них то есть с душами тех персонажей которые были в телах ваших родителей самое страшное что могло с вами случится мистическое я не понимаю ваших вопросов это утверждение что это что это если это вопрос это ставьте соответствующий знак припинания чтобы я понимал читаю дальше я не знаю что со мной происходит но я думаю о загробной жизни после гибели парня как от этого спастись без понятия без понятия потому что я вас не знаю я вас не видел не видел в вашем информационном поле не знаю ничего о вас ответ может быть только после того как я вас посмотрю какие еще способности есть кроме лечения способности у кого вообще способности способности миллион есть и медиумы есть и экстрасенсы есть и целители есть и знахари это разные виды способностей и разные виды работ разные восприятия как можно убрать порчу насмерть а вы уверены что она была сделана порча насмерть если вы уверены то нужно знать кто когда как и чем сделал эту порчу насмерть понимаете порчу насмерть это как огромный взрыв вы с помощью спичек не сделаете и это огромная энергия и это способность сделать один процент это страшно звучит порча насмерть я очень сомневаюсь но опять же как убрать я должен смотреть я должен понимать кто вы кто вам сделал как сделал в какой момент слушая вас я понимаю что с усопшими можно общаться конечно можно какая разница нет усопших все это закопали их нахрен все отшел те усопшим это души вы с ними общаетесь пожалуйста там на кладбище никто не живет может он не ходить это души души тех людей души которые были в телах которых которых вы знали так скажем почему нет конечно можно нужно во время есть специальный сеанс общения с ушедшими то есть эти души приходят в тех образов которых вы знали нет ничего сложного куда они делись то души они же бессмертны конечно можно можно и нужно это очень эмоционально очень информативно после этого люди живут спокойно долго и счастливо у моего внука дислексия я не знаю что это можно ли это исправить не знаю что это вы классный сильный благодарю вас за добрые слова благо вам дарю не факт что с вами на контакт идут усопшие возможно не надо дичьми это говорить вот здесь не факт что вы вообще существуете поймите меня правильно после клинической смерти для меня много что стало фактом я всегда перепроверяю а вот то что вы существуете это точно не факт с большим удовольствием вас смотрю и слушаю говорить и все как есть благодарю благодарю поэтому чтобы это было факт все проверяется есть определенные способы определенные навыки которые я за 10 лет обрел и поэтому этот не факт становится вы можете помочь мне пишите мне приходите на диагностику я вас посмотрю откуда я знаю могу вам помочь думаю что да но мне нужно вас посмотреть смотри я по видеосвязи никуда никуда ехать не нужно здесь есть куча ссылок напишите куда куда вам будет удобно и все никаких проблем нет поэтому порча на смерть все читаю дальше душа проходит определенный опыт и в итоге становится творцом так и это нет не так нет я я нет этой информации чтобы она становилась творцом ну сердечки благодарю вас благодарю что-то написано по-русски не могу разобрать русскими буквами не могу разобрать если вы можете написать русскими буквами по-русски напишите я постараюсь прочитать я не знаю другие языки поэтому постарайтесь если вам это нужно напишите так чтобы я понял о благодарю за сердечки благодарю я с вами общаюсь на русском языке поэтому общайтесь со мной тоже на русском языке все присутствующие здесь прекрасно разговаривают на русском языке так ну что друзья будем заканчивать на вопроса больше нет про дар я вам рассказал все вроде надеюсь вам понятно про дар не парьтесь не жмитесь не мучайте себя развивайтесь идите ваши способности нужны людям помощи станьте целителя все будет замечательно добрый вечер здравствуйте здравствуйте добрый 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 всех проверяйте кто вам приходит общаетесь проверяйте кто пришел зачем пришел обязательно в сновидениях в каких-то ваших других практиках обязательно проверяйте спрашивайте либо попадете на вот как писали тут место покойников приходит сущность проверяйте женщина написала задержка психологического развития ребенок пять лет сможете ли вы помочь мне нужно посмотреть я не могу ответить пока не посмотрю собственно говоря как и любой другой врач специалист там не знаю вы меня можете постричь да можете голова квадратная я не могу да и можете волосы ну что то такое где можешь починить машину но были нам смотреть что там машины поэтому вот отвечая этой женщине через вас написали понятным языком я отвечу что мне нужно посмотреть обычно задержка психологического развития состоит в том что душа не хочет раскрываться разворачиваться в теле этого ребенка то есть она пришла туда то есть она пришла туда ну и либо передумала либо и кто-то мешает либо ей нужно просто помочь в этом случае да еще раз да попытаться помочь можно будет понятно с первого раза захочет душа взаимодействовать и идти дальше раскрываться ну как антенка вот как цветок как любое растение захочет она раскрываться в душе в теле этого человека человечка или не захочет есть разные причины и разные результаты результаты зависит меня и скорее всего не от ребенка души которая зашла у этого ребенка поэтому вариант может быть возможно ну не будем сейчас гадать у меня есть большая большой опыт и практика по помощи таким детям обычно очень возможно это исправить даже через мать то есть если мать пойдет на то чтобы через нее поработать пообщаться с душой ребенку то да да еще раз Продолжение следует... Доброго вечера. Доброго и вам. Доброго и вам. Доброго, доброго и вам. О, лайки пошли, сердечки. Супер. Ну что, друзья, давайте будем, наверное, прощаться. Вопросов нет. Про дар, про способности я вам рассказал. Про то, что не нужно их держать в себе, я вам тоже рассказал. Надеюсь, вы все поняли меня, услышали. Если есть какие-то вопросы, пишите. Я на связи. Есть куча ссылок, где меня можно найти, выходить в шаг к профиле. Там смотрите. Есть и YouTube, и Instagram, и Telegram. И вообще, вот, все, что вы хотите. Поэтому. Я не понимаю, что вы пишете. Что можно? Не понимаю. Пишите по-русски. Вот эти Ольга, 41, Сергей, если это не ко мне, это к бабушкам, которые дергают карты, там и все остальное. Читаю дальше. Вот, по-русски я вижу написанное. Читаю и постараюсь ответить. Чуть не умер 20 лет, но начали верующие молиться и оклемался. Душа прошла обнуление, но не помню. Я не знаю, что такое. Душа прошла обнуление. Ну, не помню. Я не знаю, что это. Вопроса здесь нет, поэтому вы мне отдали только информацию о себе, о каком-то обнулении души. Я этого тоже не знаю. Что за обнуление души? Как она может быть обнулена, душа? Так, у меня дома, читаю дальше. У меня дома 10 лет, часы не идут. Что делать? Мастера позвать? Хочу, ну, чем-то. Часовщика, который чинит часы. Купила разные часы, ни один дамочек. Остановка. Ничего не делать, не взаимодействовать с механизмами. Ну, кто-то с ними взаимодействует. Возможно, это вы. Если кто-то еще есть энергетически беспокойный, то попросите, чтобы он не взаимодействовал с ними. Значит, вы нормальная, ненормальная. Обычно все мы. У меня также часы и электрические приборы не работают. У тех, кто приходит ко мне на курсы, они вечно жалуются. Вот сегодня я проводил прямой эфир с человеком, который у меня на курсе целителей. Она тоже рассказывала, что у нее то свет включается, но что-то наоборот выключается. Это ваше взаимодействие или кого-то из тех, кто вместе с вами дома. Поэтому часы любые будут останавливаться. Вы не мешаете своей сильной энергетикой или вибрацией. Это энергетика дома. Ну, значит, возьмите тогда, позовите вот кого-то вот с такими рамками. Пусть он посмотрит, где эта энергетика, что это такое. И уберет, закроет. Поэтому по-другому никак. Где-то, значит, излучение, которое останавливает ваши часы. Не надо никаких там отливать воском, там, чем-то там дымить, или какими-то картами там чего-то делать. Не нужно ничего. Возьмите вот такие рамки, если вы с ними умеете работать, пройдите по дому и проверьте. Все будет хорошо. Поняла. Спасибо вам. Благо и вам дарю. Читаю дальше. Это про обнуление. Человек опять пишет. Умирая, душа должна уйти, наворачивается обратно, и программа жизни стерта. Такое может быть. Ну, может быть, в вашем понимании, ну, хорошо, может быть. Ну, если так, то так. Спасибо вам. Я вас увидел и услышал. Я вас увидел и услышал. Благо и вам дарю. Так, ну что, друзья мои, все. Давайте, наверное, будем заканчивать. Время много. И, наверное, я ответил всем, кто мне писал вопрос. Есть кому-то не ответил. Пишите вопросы куда-нибудь. Ютуб, инстаграм, телеграм, куча всего. Пожалуйста, пишите на сайте, у меня много интересного. Так что, переходите. Спокойной ночи и вам спокойной. Благо и вам дарю. Благо и вам дарю. Берегите себя, любите себя. И, наверное, я все будет замечательным. Продолжение следует...